Отменить нельзя, оставить где поставить. В этом предложении запятую столичные чиновники решают до сих пор. Когда транспортной реформе дадутся зеленый свет и как изменится сеть общественного транспорта Чебоксар далее. Об оптимизации городского транспорта не слышал разве что ленивый. Этот вопрос не раз обсуждался и в столичной мэрии, и на тематических форумах. Обозначены сроки начала реформы июль следующего года. Предусмотрена отмена 21 муниципального маршрута, регулярных перевозок и изменений схем движения по 15 муниципальным маршрутам. Но вернемся к настоящему. Сейчас идут многочисленные суды с перевозчиками, чьи маршруты планируются закрыть. В производстве находятся 30 дел, по двум из них вынесли вердикт. По маршрутам 60 и 60К требования предпринимателя удовлетворены. Администрации города Чебоксара поданы апелляционные жалобы. И решение по иску предпринимателя Захарова к администрации города Чебоксара о признании незаконного расторжения договора по маршруту номер 49. Удовлетворение требований предпринимателя отказано. Основанием для отмены или изменения маршрута служит документ планирования. Он уже прошел публичное обсуждение с участием депутатов и республиканского Минтранспорта. По результатам внесли коррективы. Проект документа планирования получил согласование прокуратуры Чувашской республики и Чувашского УФАС. Все необходимые формальные процедуры документ планирования прошел и готов к принятию. Один из пунктов документа – перераспределение подвижного состава. Предпочтение автобусам средней и большой вместимости, а также троллейбуса. Другой – отмена дублирующих маршрутов. В ходе реформы мы обязаны решить несколько задач. Повысить безопасность перевозки граждан, увеличить пропускную способность дорог, вывести троллейбусное управление на безубыточный уровень. В оптимизации общественного транспорта Чебоксары не первопроходцы. Такой опыт есть уже у ряда крупных городов – Москвы, Нижнего Новгорода, Казани. И положительный эффект очевиден. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика.